Всем привет друзья, с вами Юрий Сербин и сегодня немного поболтаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 что на этом огороде что на том в одно время то есть разница в 10 дней а в итоге цветки выпустила одинаково то есть вот такой скажем так нюанс по картошке то есть кто там раньше садит кто позже без разницы все равно будем убирать урожай в одно время как говорится там другой вопрос как бы насчет того что влага чем раньше вкинешь картошку тем она не так высыхает земля то есть здесь как бы можно и поспорить конечно конечно влажная земля это плюс но нас такая весна и такое дождливое лето началось что я такого просто не помню такой весны друзья почти через день у нас идут ливни землю так забил ее с ним но я пройду по огороде покажу так забила землю то есть она как бы и пушистая земля но огород пололся рук вручную там помидоры и огурцы попололись раз наверно три то есть и видно было что такие как бы рыхленая поверхность сейчас реально как асфальт значит друзья насчет я дав обработанная картошка клубни жук не лез приблизительно за дней 10 неделю где-то до цветения вот потом полез капец то есть пришлось мне уже два раза два раза я уже опрыскивал сверху ботву ну и возможно в этом виноваты дождь до дожди то есть вот если бы не было так часто дождей не шли то может быть какой-то и другой результат был вот но я так понял что я вот это что я опрыскиваю на боту он смывается дождями и в итоге опять жук лезет то есть неделю я покрапил опрыскал смотрю на вторую неделю то есть на выходные опять полез опять опрыскал а среди недели дождь шел наверно раза два-три вот недавно сейчас у нас значит четверг с субботы на воскресенье у нас такая была гроза где-то часов 12 ночи началось и продолжалось три часа до 3 часов ночи я не мог уснуть позакрывал все форточки страшно было так как у нас здесь недалеко пару километров от меня залетела шаровая молния в дом ну к женщины вот наделал там делов сгорела вся проводка погорела вся техника в доме бытовая вот пробила там потолок короче шифер разбросала вот окно там что-то повредило если я найду ссылочку на это видео там но в новостях покажу вам будет ссылочка на это видео про эту женщину там рассказывать в новостях под моим видео будет ссылочка если я найду значит к чему я веду насчет препаратов можно можно обойтись и без этих обработок клубни то есть больше всего что я это был первый и последний раз с этими препаратами по обработке клубни и вот то есть жук лезет всю свою жизнь мы сажали картошку без этих препаратов то есть вот так сверху укропили и нормально все было и и урожай у нас плохого урожая я не помню чтобы была там такая картошка как куриное яйцо не было пока обычно нормально картофель вот друзья то есть препарат препарат работает но он работает до цветения все потом опять лезет особенно когда этот молодой жук на лупится это капец будем на следующий год дать бог доживем будем как-то обходиться без него тем более и в комментариях пишут и люди люди рассказывают что урожай если постоянно обрабатывать этим препаратом урожая картофеля с каждым годом становится все меньше и меньше и меньше то есть постоянно приходится закупывать посевной картофель вот не знаю я там не буду говорить утверждать потому что я это не проверял не знаю но люди люди рассказывают что вот именно так днем у нас стоит жара градусов 33 может где-то и 35 сейчас духота то есть душно насколько влажный воздух это испарение с растений земли постоянно эти ливни дожди то есть дышать реально очень трудно очень такой очень очень как в сауне вот вот такой вот пример реально стирка даже на улицу когда вывесили она очень долго словно на ночь на ночь вывешиваем стирку она до утра мокрая то есть не высыхает не сохнет вот уже жена идет сапкой будем части типа воде короче вот так вот друзья такое лето ничего будем надеяться что урожай будет хороший и все остальное будет родить и будем мы с чем-то вот сейчас покажу огород какой у нас как забита земля вот арбузы уже запустили свои прямо картошку короче вот влага я беру ради и сейчас есть очень-очень важная вот здесь даже немного позеленела и почва я знаю камера передаст на переносе сейчас здесь вот видно от сырости начинает зеленеть почву я такого не помню все наши помидоры как в пустыне ну между тем она мягкая то есть влаги хватает вот хватает но вот пальцем она протыкается то есть пушистая такая не каменистая то есть повод будем будет будет не трудно вот много еще у нас на огороде этого жук медведка называется у нас на украине на нее окажут ее называют капустинка вот порыты норы может кто знает эффективный способ по боротьбе с этой капустинкой с этой медведкой вот тоже но и новые новые ходы порыла свежие это капец вот именно половина огорода у меня постоянно страдает вот такого земля вот здесь так вообще кошмар так вот будем работать ну что друзья вот такое коротенькое видео всем что смотрел спасибо за внимание с вами всегда был юрий сербин до новых встреч беру в руки сапку и продолжаем работать всем пока а и Продолжение следует... Друзья, еще такая фишка напоследок видео. Многие меня просят показать, как я вешаю на чулке мотоблока дополнительные тракторные грузы. Вот такие вот. Они там где-то килограмм по 20, наверное. Вот смотрите, у меня здесь есть палец, которому крепится отвал. Один снизу, там его не видно, а один вот сверху. Вот за этот палец зацепляется вот этот вот груз. Вот этим вот местом. Вот смотрите. Вот зацепили, и он стоит на чулке. Вот так, сверху сделал вот такую рамку. То есть один с этой стороны, один с другой стороны. Есть кронштейн, тоже сделал самодельный над вломом. Вот здесь резьба внизу. Такая рамка. Вот так все сверху кладется. И затягивается болтом. То есть эти грузы прижимаются к чулкам. Вот такая вот простенькая система. Ну, я вам скажу одно, что эти грузы только на вспашку. То есть на все остальное они не нужны. Ну, все, друзья, всем пока. С вами был Юрий Сервин. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.